Резин удобно наносится и в отличие от аэрозуи не оставляет следов на стеклях. Защити авто от зим, покупай смазку резин. Для всех возрастов Еврейский культурный центр на Никитской приглашает 16 марта в клуб Айкон на Красном Октябре. Карнавал для всей семьи Пурин в стиле 20-х. В программе для взрослых квартет И и Коварошоу Харанько Оркестр для детей яркий пурин шпиль от антикварного цирка. Билеты в Еврейском культурном центре на Никитской по телефону 495-787-4560 и на сайте jcc.ru Препарат гриппферон. Так, кто у меня сейчас, собственно, уже мой. Фанат Эхо, следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com slash ehomsk.ru Ой, а как это сделать? Представьтесь, пожалуйста. Алена. Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com slash ehomsk.ru и нажимаешь кнопочку. Мне нравится. Эту программу транслирует компания CityVizor. Радио Эхо Москвы и компания RTBI. Представляют программу «Особое мнение». Как оказалось, сегодня в Питере к Дождю подали иски, 23 штуки, о компенсации морального вреда, сообщает Фонтанка.ру. Ну, из 23 заявлений в несколько районных судов, они все были поданы в течение трех дней, там разными порциями, 6 были возвращены. Кто подал иски, не уточняется, мы не знаем имена этих граждан или организации, или уж я не знаю кого. Ну и причина, в общем, вся та же самая. Одновременно, надо сказать, другая компания массовая, как отключение канала «Дождь» от вещания, скабельных каналов, вот там вот Ростелеком не увидел картельного сговора. То есть у нас есть какие-то две такие симметричных сюжета. Как вы думаете, что из этого выйдет дальше и что будет иметь продолжение? Вы знаете, что касается исков, ну как бы мы, я всегда удивляюсь, слышу такие новости, то есть я вообще-то должна уже ничему не удивляться, но я удивляюсь. У меня есть еще дальше для вас пара прекрасных сюжетов. Люди, насколько люди не ленивые, понимаете, то есть услышав не обвинение лично в свой адрес, не оскорбление лично в свой адрес, а некий вопрос, который был задан в эфире. То есть люди не ленятся, идут, не знаю, там к адвокату, идут в суд, сидят в очередях, заполняют бумажки, чтобы что? Наверняка, чтобы подать заявление в суд, нужно потратить несколько часов. Нужно потратить, то есть как бы, ребят, вам больше нечем заняться, все, что я хочу сказать. Я ни разу не верю в то, что даже если вдруг моральные страдания или моральный вред был причинен, то какие-то материальные компенсации, эти моральные страдания волшебным образом как-то так нивелируются. Компенсируются. И то самое, как раз компенсируется, да, так не бывает. Телеканал Дождь, насколько я помню, извинился, извинился по моим подсчетам раза четыре. Вот, можно еще сорок четыре, можно попросить их, я не знаю, проползти на коленях от Красного Октября до Кремля, да, что угодно. Нет, от Красного Октября до Кремля слишком близко. Слишком близко, хорошо, до Санкт-Петербурга. Вот, но ведь на самом деле мы понимаем, что это как бы немножечко, немножечко профанация. Я не верю в это, простите. Может быть, я прозвучу цинично, но я не верю, что опрос, даже как бы тот, который тебе не понравился, может причинить тебе такие моральные страдания, что ты прям вот сразу побежишь в суд. Вот не верю. Точно так же, как я позволю себе усомниться в решении, касающихся кабельных операторов, хотя, с другой стороны, может быть, это и не сговор, да, цепную реакцию сговором не назовешь. А это скорее цепная реакция страха, чем сговор. Думаю, вряд ли кабельные операторы звонили друг другу и говорили, ну как, сейчас как мы их отключим, вряд ли. Или звонили друг другу кабельные операторы и говорили, нет, ты представляешь, какие кощунники. Какие кощунники, да. Как, с твоими нравственными ориентированиями совпадают позиции? Нет, не совпадает. При этом никто друг другу не задал вопрос. А эротические каналы, как там, совпадают? Нет, ничего. Ой, там столько всего интересного. Там столько всего интересного. Да, у меня, например, вот нет, но у моих друзей на даче есть. Я один раз вот еще около по кабельным каналам много интересного и нового. Нет, там даже, даже если, например, не брать эротические каналы, которые нужно там как-то специально смотреть, но там куча всяких каналов, таких как бы развлекательных, от которых просто... Мучит. Ну, тут я даже не знаю, что сказать, потому что думаешь, господи, кто все это пускает в эфир, зачем это нужно? Главное, кто все это смотрит. Да, я не говорю также про очень полезные, там есть канал, например, я недавно обнаружила, что существует такое телевидение под названием РЖД-ТВ. Допустим. Ой. Вы знали об этом? Нет, я не знала, я знаю только что в Сапсане. Я вот тут ездила в Питер два раза туда и обратно. И вот все четыре раза мне РЖД демонстрировал фильм по семейным обстоятельствам. Могу воспроизвестись любого момента. Каждый кадр, каждый репут. А у вас есть версия вообще, что такое происходит с дождем? Потому что ведь все равно до конца не очень понятно, за что их так пинает-то. Ну вот, понятно, что там сильно оскорбленные патриотические чувства не предлагать, а что предлагать? Вы знаете, я честно сказать, у меня версия точно такая же, как и во всех историях с громкими процессами, начиная от Пусси Райд и даже раньше. Есть некий факт, за который люди, которым сначала за него цепляются и вытаскивают его на поверхность, те люди, у которых есть некий интерес в этом, скандальной славы хочется. Или хочется как-то доказать, чтобы начальство убедилось в твоих верноподданнических чувствах. А дальше начинается цепная реакция. И все, это уже как бы вот одно за одно цепляется, и это как снежный ком. Никакого особенного сговора, никаких особенных там пружин, просто вот, как бы, что называется, вот что-то послужило катализатором, а дальше покатилось само. То есть, вы считаете, что искать какую-то там политическую подоплеку, финансовую подоплеку, еще какую-то? Вы знаете, ну, конечно, политическая подоплека есть. Конечно, как бы, конечно, я думаю, что дождь действительно вызывал неудовольствие у довольно большого количества людей во власти, и, может быть, даже у людей, которые близко к власти, но в бизнесе. Но я не думаю, что они до такой степени раздражали кого-то, что вот прямо сейчас давайте мы придумаем план, как отключить дождь. Но, будем говорить честно, дождь довольно небольшая организация, в общем-то, да, не первый канал. Вот. И, в общем-то, отключить дождь – это вот так щелкнуть пальцами. Ну, вот мы и видим. Вот, собственно, кто-то нахмурился, кто-то щелкнул пальцами, а кто-то побежал исполнять. Кто-то побежал, хвататься зарубили. А кто-то побежал, хвататься зарубили, и дальше понеслось. Мы сейчас делаем перерыв на одну минуту ровно. Галина Тимченко, главный редактор ленты.ру, в эту студию в программу «Особое мнение» вернется. Я бы, наверное, лобокрик водить. Ха-ха-ха, ну да. Выберите свой характер. Дерзкий кроссольник. Брутальный внедорожник или стены. Знаменитые модели «Инфинити» от 1 миллиона 295 тысяч рублей. Указана рекомендованная цена на «Инфинити-джи» в комплектации «Спорт» 2013 года. Предложение действует от «Инфинити-Алмата» 2014 года. Сейчас тогда про дальний, дальний, красный, росток. Для несформировавшейся личности главное вам, чтобы вкусно кормили. Только истинные гурманы понимают, что изысканное блюдо раскрывает свой вкус. Я была осенью в Комсовольске-на-Амуре после всех этих событий с «Медведем» в Куле. И там город маленький же, Комсовольск-на-Амуре, но совсем небольшой. И он, естественно, весь был перекрыт, весь стоял на ушах. Сейчас, потом расскажу эту историю. Она меня поразила абсолютно. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артельяй» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Галина Тимченко, главный редактор ленты «РУ». Ну, конечно, сегодня все говорят про Дальний Восток и про очередные инициативы Дмитрия Медведева. Он дал поручение перенести главные офисы госкомпаний и некоторых федеральных органов власти из Москвы теперь уже на Дальний Восток. Ну, не сказано, не сказано, кого, куда, в какие сроки. Это ничего не известно, но поручение дано и будет разрабатываться. Как вы думаете, каковы перспективы этого решения? Ну, знаете, мне кажется, что... Могу ошибаться, может быть, даже хорошо бы, чтобы ошиблась. Мне кажется, что поначалу, конечно, сейчас все проявят, наверное, какой-то такой энтузиазм и даже будут докладывать о подготовке. И потом подготовка затянется, потом потребуются дополнительные средства, а потом правительство посмотрит, что на это потребуются дополнительные средства и как-то так тихо свернет эту программу. Я думаю. А сколько отдаете? Ну, я думаю, что завод управится, в смысле... Ну, через год мы не вспомним. То есть через год рассосется уже. Я думаю, рассосется, не вспомним. Ну, вот мне тоже кажется странным, потому что мы помним, например, зачем была вся эта история изначально задумана с расширением нашего любимого города Москва. Да. В два раза практически по площади. И присоединением вот этой вот такой странной конфигурации. На сапога. Мы стали немножко на Италию похожи. Ну, хорошо. В виде сапога есть еще другие определения. Я не буду их здесь повторять. И тогда ведь тоже говорилось, что у нас же такая напряженка с транспортом в центре Москвы. И вообще все тут сложно. А вот мы сейчас это присоединим. И туда, на Калужское шоссе, давайте мы как раз вот этих же самых, вот эти же самые органы власти, туда же мы их переселим. А органы власти сказали, нет, фигушки. Но более того, и в Питер с диким скандалом переезжал уже. Я, кстати, да. Вот. А это, в общем-то, 800 километров. И очень хороший... В Сапсане кино показывают. А в Сапсане кино показывают, да. Вот. И вообще очень хороший город. Мужской к любимой. Вот. Поэтому я не знаю. Никто, конечно, мне кажется, на Дальний Восток не поедет. Это будет абсолютно нормальный такой тихий саботаж. Я ни в коем случае не обзываю государственных чиновников или госкомпании. Ну, я думаю, что на самом деле... Ну, не бывает так. Искусственно это сделать нельзя. Нужно сначала для того, чтобы было им... Зачем туда ехать? То есть я понимаю, конечно, что на Дальнем Востоке, в том числе в Владивостоке, построили большое количество к саммиту АТЭС каких-то площадей на острове Русский. В том числе надо их как-то сейчас, наверное, заполнять. Вот. Можно туда привлечь инвестиции. Ну, как бы, мне кажется, что искусственно ничего так не бывает. Так не строятся ни города, ни регионы. Ну, история просто вся противоречит этому. Ну, строили же там в Бразилии новую столицу, например, построили. Да, может, в 60-е годы. Да, я там была. Он очень большой, крутой. Да. Конечно, не то, что там другие города в этой стране, но, тем не менее, он состинялся. Да, но, во-первых, он, насколько я помню, он все-таки чуть поближе, чем Дальний Восток. И, мы помним, в Петропавловске и Комчатске всегда полностью. Он тоже в состоянии, а также в состоянии. Вот. И разница во времени с федеральными другими структурами, мне кажется, это как бы что-то невозможное. Ну, даже, честно говоря, обсуждать немножко тоскливо, потому что, господи, ну, так просто не бывает. Нельзя это искусственно принести. Ну, да, я знаю, например, есть компании некоторые, строительные в том числе, которые просто сами открывают главные офисы или очень крупные офисы в других регионах, нежели Москва и Литвич. Им должно быть это выгодно. Потому что им это зачем-то нужно. А просто так переехать туда, ну, никто не быть. Ну, такое впечатление, что вот у нас есть такая огромная страна, вот эти бескрайние просторы, которые, несмотря на все события, все равно остаются бескрайними, даже по-прежнему. Да, нужно куда-нибудь их пристроить. И никто, на самом деле, все как бы этим гордятся, все говорят, вот как круто, вот у нас такая большая родина, и действительно она прекрасная. Но никто не очень хорошо не понимает, как этим распорядиться. Никаких идей, кроме того, вот, как взять и всех насильственно там, куда-то... Ну, объявить великое переселение чиновников. Да. Не знаю, ни одно великое переселение искусственное не удалось, были это народы или какие-то группы людей, ну, не удалось, на самом деле, и это не удастся тоже. Я не верю в этот мир. А вообще, сегодня передача под знаком «Не верю, Станислав». Не верю, может быть. А у меня есть пара фактов, вот я вам обещала, сейчас я просто закончу эту тему. А вообще, нужно что-то с этим делать? Ну, вот Дальний Восток, он там как-то развивается. Там люди живут, они же смотрят вообще в другую сторону. Не то, чтобы они хотят... Они живут своей повесткой, но это не федеральная повестка. Ну, как-то, да, они ориентированы там как-то совершенно иначе. Они могут, например, ни разу не быть в Москве в жизни, но зато они прекрасно знают там, где что, почем, в Китае. В соседней Китая, конечно. Да, в соседней Китая. В Корее. И в Корее. И, в общем, и ездят, понятно, на японских машинах. И, в общем, это своя жизнь такая. Но я, честно сказать, из меня, конечно, в этом смысле макроэкономист, но совсем не какой-то, я вообще не про это. Я абсолютно с бытовой точки зрения, регион живет своей жизнью. Там выход к морю, там прекрасный порт, там свой довольно большой бизнес. Рядом, ну или там не рядом, много, в общем, вполне себе достойных крупных городов. Конечно, хотелось бы, чтобы они развивались. Но кто сказал, что перенос одной или двух, или даже десяти госкомпаний в другой часовой пояс вдруг поведет к внезапному взрыву бизнеса? Я могу вам привезти... Или чем будет жить регион? Я могу вам привезти обратно. Налогами, которые они будут платить там, а не здесь? Налогами, например. Да. Ну можно же налоговое время перенести, не обязательно перевозя туда всех сотрудников. Ну да, можно переписать законодательство каким-либо образом. Я вам скажу, например, вот я сегодня с удивлением обнаружила три балла, ну максимум пять было к вечеру в Москве по Яндекс.Пробкам. И это сегодня у нас, в общем, разгар недели. Да. И мне все объясняют, что это потому, что все начальники уехали... Вы были в Сочи. В Сочи. Да. Так, оказывается, причина пробок у нас не в том, что у нас там сколько-то миллионов машин в нашем городе, а вот просто потому, что вот тут люди ездят так, как хотят. Ну, я за рулем уже много, там, второй десяток лет, вот, и ситуация, конечно, только ухудшается, и, ну, и понятно, что в Москве очень много проблем, одними чиновниками это нельзя, как бы, огромное количество вылетных магистралей, очень малых органов, и кольцевая вот эта система, все понятно, довольно плохие выезды. И, вы слышите, чиновники уехали, и в этом городе, оказывается, можно жить. Оказывается, можно жить. Да, как выясняется. Но становится без них полегче, конечно. Ой, подольше бы. Сколько Олимпиады будет лететь? Ну, 20, нет, с 7 по 24, что ли, февраля. А, то есть до конца февраля мы еще так более или менее дышим, да? Вы видели эти все публикации иностранных журналистов, которые вот приехали в Сочи, заселились в гостинице и теперь делятся своими впечатлениями? Скажите, пожалуйста, это позор, то, что они так... Вы знаете, что, знаете, это в рамках нормы. Вы знаете, на самом деле, как бы мы утром сегодня, наверное, коллеги обсуждали это. И история ведь в чем? Вот я была в Сочи два раза. Вы были там? Я два раза там была, и вот последний раз за 100 дней до Олимпиады ровно я там была. Вот. И уже тогда было видно, что между спортивными сооружениями, всем, что должно обеспечивать жизнь спортсменов и всем остальным, в общем, ну, разница есть. Потому что спортивные все объекты были в потрясающем состоянии, великолепно все сделано. То есть все вылезано до последнего. Там уже были обкатки, уже были соревнования, там проводили свои тренировки разные сборные. Там уже жили спортсмены. А насчет жили спортсмены, не знаю, знаю, что приезжали некоторые сборные, обкатывали лед, в том числе там и на Большой арене, и там, где саннобобслейная трасса и так далее. Вот. Это было, это все потрясающе. Что касается, как бы, транспортной инфраструктуры, у меня там было несколько вопросов, но то, что все было готово, я это видела своими глазами. Все, что касается жилого фонда, и даже не в Низине, не в Меретинской долине, а в горном кластере, в Красной Поляне, там, конечно, производило это смешанное впечатление. Потому что... А в Красной Поляне, извините, там соревнуются, да, тоже? Ну, от Красной Поляны туда вверх к соревнованиям, к местам соревнований идут фуникулеры и дорога, собственно. То есть, Красная Поляна, в основном, это, так сказать, вот ровно жилой такой поселок. Вот. И там, конечно, уровень гостиниц, ну, в смысле, готовности гостиниц, ну, был, ну, буквально, ну, не от нулевого, конечно, цикла, но едва-едва возведенные стены и полностью готовые гостиницы, в частности, в тех, в которых жили мы. Поэтому, как бы, вот история... Мы жили в хороших, готовых. Мы жили в готовых гостиницах, да. Что, у нас есть дежурм в других? Или кому как повезет? Есть несколько... Я думаю, что кому как повезет. То есть, есть нижний кластер, где, я так понимаю, готово абсолютно все, есть верхний. В этом есть, понимаете, какая-то... С одной стороны, я понимаю, что, например, все-таки, вот я сегодня утром для коллеги говорила, может быть, я не права, все-таки, самое главное, чтобы спортсмены, которые приехали, которые 4 года жизни вложили в это, приехали, и у них все было в порядке, чтобы они могли выспаться, чтобы они могли, не знаю, принять душ, помыться, чтобы они были готовы к тренировкам, чтобы они были готовы показывать тот спорт, ради которого они сюда приехали. Хорошо это должно быть для зрителей. Мы, в конце концов, журналисты, там работаем. Конечно, это плохо. У журналиста тоже должно быть место поспать и помыться. И желательно, не как СНН, да, мы заказали 11 номеров, получили один, пишет журналист СНН. Вот, 9 месяцев назад заказали 11 номеров, получили один. Конечно, это безобразие. Но мы просто, когда ездили туда 100 дней назад, в смысле, ну, почти уже 100 дней назад, 2,5 месяца, я разговаривала с очень многими спортивными журналистами, я не была больше ни на одной Олимпиаде, которые были и в Ванкувере, и в Пекине, и в Турине. И говорят, что везде такие, то есть, Олимпиада стала таким гигантским, как бы, событием, которое ни одна страна в одиночку, в общем-то, тянет, ну, каждая страна тянется с огромным трудом. Везде есть такие накладки. Где-то кошмарные пробки, где-то беда с жилым фондом, где-то там еще что-то. То есть, я вот, я бы делила, понимаете, когда не дают номера, или когда в номерах, например, нет мебели, это безобразие, когда нет воды, это безобразие. Но когда, например, журналист говорит, извините, у меня оборвалась штора, ну да, и, собственно, so what. Журналист пишет, здесь просят не бросать бумагу в унитаз, а рядом в корзину. Но мы все ездили в Европу и знаем, что там в каждом втором ресторане или отеле стоит ровно такая же табличка, да? Я не знаю, почему, но как бы это не то, чтобы что-то особенное. Там же, на этой странице, его коллеги-журналисты пишут, привет, парень, а ты что, не был в Пекине? Ну, то есть, что ты так удивляешься? Это как бы так бывает. В Пекине все-таки, вот, если честно говорить, не стоит в этом бытовом смысле и в смысле разного рода удобств. Я говорю, что, во-первых, еще два дня. Во-вторых, конечно, все люди, которые аккредитовались и заплатили за это деньги, должны получить сервис того уровня, за который они заплатили. Но мы, с другой стороны, знаем, что мы с вами, журналисты, люди въедливые, противные, и у нас работа такая, да? Найти что-нибудь. Вот, спортсмены, насколько я знаю, пока не жалуются. Единственное, на что я слышала, жалобы, что очень сложная сномбардическая трасса. Там уже две травмы, по-моему, на тренировке произошло. Вот, чемпион мира прошлый, он там себе запястье вывихнул, кто-то сломал ключицу из мастеров. Вот, поэтому, как бы, вот, пока на это жалуются. Но это, как бы, жалобы такие понятные, да, сложная трасса, это даже некий вызов. Спортсмены пока не жалуются, журналисты жалуются всегда, но я бы, конечно, внимательно относилась к жалобам, но все-таки не так уж сильно бы на это, как бы, так вот, прямо застрял на это внимание. Да, мы посмотрим, потому что... Посмотрим, как все будет дальше. Потому что еще, действительно, еще ничего не началось, еще началось впереди. И, честно говоря, там, не знаю, мне кажется, будет у нас совершенно неладная эта Олимпиада, но дай Бог, чтобы там все обошлось, чтобы не случилось ничего ужасного, плохого и... Да, и вообще, чтобы это был проспорт. Чтобы все это было проспорт, чтобы началось бы, закончилось бы и проехалось позже. Мы сейчас делаем перерыв на несколько минут, и затем продолжим программу «Особое мнение» Галины Тимченко, главный редактор Ленты Ру у нас в студии. Так, хорошо, да, спасибо, что рассказали про Сочи. Да, и вот Комсомольск на море, да. Маленький город, просто очень маленький. То есть там он весь стоит в таких вот домах, как бы, таких бывших бараков, или там вот таких... Ну, как он самостоятельно строили, да, в 30-х. Да, да, или не бараков, но вот таких двух, там, трех, четырех этажах. И он весь, конечно, перекрыт с ног до головы. Естественно, там на несколько часов приехал Петромедрич. И там тоже, конечно, шевельнуться нельзя, там везде какие-то адские аккредитации, там шаг туда, шаг сюда. И там какие-то местные девочки, журналистки, которые сказали, что они могут только вот, если они хотят там на какое-то мероприятие приехать, они могут только сесть вот в автобус вместе со всеми журналистами. От своей машины они не могут приехать, потому что их туда не пустят. Вот только вот, ну, ладно, безопасно. И они говорят, ой, говорит одна из них, а я машину-то на улице тут оставила рядом. Сейчас отпаркуют. Я говорю, ничего, говорю, нет, не отпаркуют. Ладно, отпаркуют. Она говорит, ну, у нас не принято машины оставлять, потому что могут там, типа, снять что-нибудь там или что-нибудь сделать. Я говорю, днём, средь бела дня, в перекрытом городе, да, где никого нету, где ФСОшники ходят, где одни ФСОшники стоят на каждом метре, где на каждом перекрёстке стоит патруль улицы, вот там вот может что-то случиться. Я уже не говорю про то, что, в принципе, оставить машину днём на улице. Норма жизни абсолютно. Да, но, говорит, нет, вы ничего не понимаете, говорит, да. У нас, говорит, тут всё по-другому. Всё по-другому. То есть, раздену терапию. Разделут, разделут. Вы, говорит, машины просто так не оставляйте. У нас там есть какие-нибудь места. Мы знаем, там, у себя во дворе, там, в гараже, в боксе, где-нибудь там ещё за забором. Вот это время белого чеклянца, потому что я в Мурманске так же вляпалась. Нас привезли в Мурманск, мы поехали туда, с Нурникель попросил, у них целая мини-медиа, такая там контора, ну, большая, там и телеканал, ещё что-то. Значит, им там лекция, мастер-класс, семинар, вот это вот всё. То есть, они переходят из бумаги в интернет, и в том числе и телевизиончики хотят. Вот. Ну, значит, и мы едем, я говорю, позже, какой живописный район? Действительно, дома такие, здесь ещё попрашены в разные цвета, очень красивые деревянные дома. Они говорят, ага, только в этих домах нет туалетов. Я говорю, как, они же трёхэтажные. Они говорят, да, у них трёхэтажные. Там нет туалетов, туалетов во дворе, колонка на улице. Я говорю, Мурманск, Мурманск. Я говорю, как колонка на улице? Как, у вас же тут минус 30 минут? Они говорят, да. Туалет на улице, колонка на улице. До сих пор. И снести не могут, потому что нет денег, да. А когда там Москва строила свой большой дом, Лужков там построил квартал, ну там 2-3 дома, и там такая драка шла за это. Поскольку строили мы строители, по московским проектам они действительно хорошие дома. Вот это тогда Лужковские были эти дела, когда нас подарят там. Да-да-да. Мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Галина Тимченко, главный редактор Ленты.ру. Вот я вам обещала истории. Какие-то факты. Факты, да. Вот не могу просто молчать, называется «Не могу мим пройти». Город Красноуфимск, Свердловская область. Там работники местного ЖЭКа повесили где-то там на двери одного из кабинетов, куда ходят люди, они повесили портрет Путина. Ну где-то там распечатали, не знаю, там вырезали. И на нем написали, написали такую шутку, что по всем вопросам к нему написали они, и будет так написали они. Ну в общем ничего ужасного там, то есть написано не было. Там не было написано никаких слов, например, неразрешенных, или никаких призывов. Там тоже не было по всем вопросам к нему. И все. Мимо шел бдительный... Гражданин. Гражданин, да. По-моему, пенсионер. Ох уж эти бдительные граждане. Написал письмо, вмешалась прокуратура, вы не поверите. И теперь им пытаются сшить дело, хорошо если административное, но может быть даже и уголовное. Понимаете? Потому что они оскорбили там какое-то лицо должностное, как им пытаются вменить. Вот скажите, пожалуйста, уже все, вот уже процесс зашел совсем в необратимую стадию? Вы знаете, я думаю, да, когда чувство юмора отключается совсем, да, то есть, с одной стороны, мне жалко этих работниц ЖЭКа, потому что понятно, наверное, что им, наверное, не совсем от хорошей жизни они повесили этот портрет с такой надписью, потому что... Потому что их достали вопросами. Видимо, достали вопросами, которые они не могут решить по объективным каким-то причинам. Я надеюсь, что это так. А пока вы рассказывали, я вспомнила старую байку про, простите, уж совсем исторический анекдот, про Александра Третьего. Я его читала в каких-то мемуарах, даже знаю, к сожалению, не могу вспомнить автора. Это человек, мама которого была няней у будущего Николая Второго. А, значит, и когда, значит, Александру Третьему принесли на утверждение приговор некому человеку, или дама какая-то была экзальтированная, которая плюнула в его портрет. Вот. Александр Третьий сказал, она в меня плюет, и я же ее еще за казенный счет кормить должен. Обиделся отпустить старую дуру. Буквально так. То есть, в этом смысле, как бы, я не вижу никакого... Понимаете, ну вот, все, у людей с чувством юмора плохо. Они поняли, что можно, как бы, всю накопившуюся, там, не знаю, за долгие годы обиду на жизнь, на, не знаю, может быть, на работников ЖКХ выплеснуть вот таким образом. Как бы, это немножечко, немножечко отсылает нас к очень страшным годам 20 века, когда любое неосторожно сказанное слово или любая неудачная шутка могли, давали, как бы, повод соседу ли, проходящему ли мимо человеку написать донос. Что такое поведение этого гражданина, как недонос? Что ему мешало прийти к этим сотрудницам ЖКХ и сказать, уважаемые дамы, скажите, пожалуйста, считаете ли вы корректным вот такие вещи? Я, например, там, не знаю, там, патриот этой страны и чрезвычайно уважаю президента. Вы понимаете, что вы этим унижаете президента? Я думаю, что дамы вменились бы просто так, да? Сказали бы, ах, извините, вот, или, ой, мы не подумали. Даже если бы они так не сказали, но он же даже этого не сделал, он пошел и написал фактически донос. Ему тоже, наверное, нанесли чудовищную моральную травму, тем, что написали все вопросы. Да, вот, понимаете, то есть это нежелание как бы самому участвовать в каких-то, в какой-то деятельности, да? Потому что, ну, если мне там что-то не нравится, если, например, там я, у меня что-то в последнее время меня замкнуло, я очень много вижу кричащих мам на детей, причем чудовищно орущих. И как бы, понятно, что я огребаю, но я прошу, подхожу и тихо, и вежливо прошу хотя бы вот в этом месте не кричать так на ребенка. Вот. Можно подойти и сказать, дамы, вы, мне кажется, будут поступать неправильно. Подумайте еще раз. И, наверное, все-таки дамы вменяться. Если не вменяться, ну, тогда, пожалуйста, пожалуйтесь начальнику ЖЭКа. Пожалуйтесь, я не знаю, в муниципалитет. Ну, человек же пошел в прокуратуру, значит, он что хотел? Он хотел некое возмездие. Вот это вот, как бы, чудовищное ожесточение, это, кстати, и к дождю относится, да? То есть, вот эта готовность наказать, раздавить, абсолютно несимметричная история. И все это началось еще, мы помним тоже, спустя рая, да? Давайте вот сделаем так, чтобы неповадно было никому. То есть, вот если ты потянулся к сладостям, давай отрежем тебе руки. Вот примерно так. Ну, вот, как бы, амплитуда такова. То есть, ударить со всей силы. Я не понимаю смысла в этом, злы какие-то очень. Ну, люди же не идиоты и не гады в массе своей. Почему так вдруг вот идиотничество и гадство? Видимо, это самая резкая стратегия. Знаете, в психологии я тоже не возьмусь, я ненавижу домороченных психологов, но есть такой термин, стратегия выживания. То есть, или сценарий выживания, да? Когда человеку легче всего добиться желаемого вот определенным образом, определенным, как бы, набором поведенческих каких-то вещей. Вот, собственно, очень многие наши граждане поняли, что стратегия доносов, жалоб и требований наказать, посадить и расстрелять, работает. То есть, это такая примитивизация, такая отношение. Да, конечно, отечаяние в этом смысле. Ну, последнее сообщение, наверное, на сегодня. Посол Соединенных Штатов в Киеве сказал, что могут быть введены экономические визовые ограничения против Украины, против руководителей Украины. Уже введены адресные санкции в отношении тех, кто причастен к применению силы на Евромайдане. И, конечно, дальше, сказал посол Пайт, больше зависит от президента Януковича. И, как бы, вопрос с санкциями и мерами не закрыт. Как вы думаете, далеко ли готовы зайти американцы в эту историю? Вы знаете, дело в американцах, мне кажется, что история, я подчеркиваю, не вообще противостояния на Майдане, а история с разгоном студенческого Майдана, 30 ноября, кажется, она для Украины абсолютно дикая. Там никогда не разгоняли таким образом мирные демонстрации. И поэтому и реакция на нее очень болезненная. И это не только страны Америки. Вот сегодня пришла новость, например, что Прага официально отказалась принимать Януковича. То есть сказали, что даже если он приедет в Чешское столице, то ему не будут оказаны никакие почести, как говорит государство. И Пражская мэрия, как это называется, городской совет, не примет его. Ровно потому, что до поры до времени Украина, несмотря на такой меняющийся внутри странный политический климат, тем не менее воспринималась как государство, которое не способно применять или не будет применять грубую силу против мирных граждан. Вот в какой-то момент в Европе и Америке показалось, видимо, что Янукович перешел эту черту. Вот. И дальше все действительно будет зависеть от Януковича. Но то, что происходит сейчас, то, что там сегодня выяснилось, что, например, что действуют законы, да, которые якобы уже отменили в Раде. На самом деле нет, потому что внесены изменения во все другие законы. Поэтому они все равно продолжают действовать. То есть это какая-то бесконечная игра в кошки-мышки. Это игра в прятки. То есть это кажется, что Янукович не демонстрирует на словах готовность к диалогу. На деле же он просто тянет время, как говорят. В смысле, как говорится. Тянет время просто. И играет в затягивание. Но обещая что-то, не выполняя частично, вступая в новый раунд переговоров, пока не измотает своих оппонентов. А что будет дальше, я, к сожалению, не могу сказать. Но я все-таки надеюсь, что они остановятся на какой-то грани, что они не перейдут. Сейчас ни мира, ни войны. Сейчас такое жаткое перемирие. И я надеюсь, что все-таки они сумеют сохранить и начнут договариваться. Потому что совсем не хочется, чтобы в Киеве опять творилось то, что там было две недели назад. Ну, Янукович, говорят, едет в Сочи и будет там, может быть, обсуждать не только бабсли. Ну да, это хороший шанс обсудить еще свои какие-то дела. Да, еще что-нибудь. Вы думаете, после этого не может произойти очередная стадия ужесточения? Вы знаете, в чем дело. В Сочи-то он поедет, но ему же обратно возвращаться в Киев. А украинцы это не москвичи. Ему со своим народом придется уметь договариваться. Насколько я понимаю, граждане Украины очень чувствуют историю вот этого, что мы народ, мы страна, мы не хотим так, а хотим вот эдак. И на самом деле на Майдане есть огромное количество людей из восточных областей Украины. И более того, мы помним вот эти не очень красивые истории с захватом административных зданий. Они же с запада перекинулись потом и на восток Украины. Вот на те регионы, которые традиционно считались очень лояльными Януковичем. Ну и мне кажется, что тут как бы нужно еще понять, что не так, может быть, важно, что скажет Янукович Владимир Путин. Потому что, в общем, мы понимаем, не так важно, важно, что скажет большой бизнес внутри Украины. А там есть большой бизнес. И там есть кому сказать. И там есть кому сказать. Вот, поэтому я просто надеюсь, что вот это перемирие сохранится и хоть какой-то конструктив появится. Януковича я не верю, может быть, ну, что-то, да, остается только надеяться. Но он не сжег еще всех мостов. Да, безусловно. Я думаю, что он и до последнего попытается сохранить возможность отхода. Он в этом смысле человек многоходовый, хитрый такой, да. Спасибо большое, Галина Тиноченко. В программе «Особое мнение». Приходите к нам. До свидания. Спасибо. Вы, наверное, с Жеком никогда не ругали. Ругалась. Наверное, их так ли эти... Нет, ругалась. ...досталось, что они не знали, как эти спатья. Ну, в идее ступни кулаку. На самом деле, нет ничего. Против Жека нет никакого чего. Пойди, тресни кулаком. Нет, бесполезно. Да ладно, бесполезно. Нет, бесполезно. Ничего подобного. Может быть, там бесполезно. Но вот я... Убедать я ж бы с ними полтора года. Ой, так хорошо всего нового. Сейчас, вы, да. Мы сейчас и с ним тут, наверное. Вот. Тогда. Удачи. Спасибо. Счастливо. Да? Мы пишем? А мы... Да, пишем линия. Да. Продолжение следует. Продолжение следует.